Юбилейная 20-я прямая линия с Владимиром Путиным началась, безусловно, с актуальной темы последних нескольких месяцев вакцинации. Много обращений от россиян главе государства касались того, насколько поможет в борьбе с коронавирусом прививочная кампания. Владимир Путин настоятельно рекомендовал сделать прививку одной из четырех отечественных вакцин. Они полностью безопасны и намного легче переносятся, нежели последствия коронавируса. Чуть позже президент рассказал и о своем примере вакцинирования и о том, почему он сделал выбор в пользу спутника ВИИ. Все-таки исходило из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше и принял для себя решение проявиться спутником ВИИ. Тем более, что вооруженные силы у нас проявляются спутниками ВИИ, а я все-таки верховный главнокомандующий. После первого укола вообще ничего не чувствовал. Где-то часа через четыре чувствовалось вместе укола небольшая. Чувствительность появилась. После второго я сделал в 12 часов дня, в 12 часов ночи измерил температуру. Температура была 37,2. Лег спать, проснулся 36,6. Все. И через сколько-то дней, сколько-то дней, дней 20 что ли прошло, взяли кровь, посмотрели результаты. Высокий уровень защиты. Вот. Все. И вам рекомендую. Вакцинация, по словам президента, единственный верный способ борьбы с эпидемией. Тем более, есть подобный положительный опыт времен Советского Союза. Когда система вакцинации была жесткой, а эпид-ситуация стабильной. В условиях Советского Союза, при достаточно жесткой системе вакцинации, а там было практически все обязательно, вас кто-нибудь спрашивал, когда детей в школе вакцинировали? Никто не спрашивал. Тук, тук, тук. Всем ставили одинаково. Вам тоже? И мне тоже, конечно. А что же? Я жил в простой рабочей семье. У меня родители рабочие были. Кто их там спрашивал? Никто не спрашивал никогда. И меня никто не спрашивал. Вот в очередь выстроили медкабинет. Пам-пам-пам. Всем сделали. Все, до свидания. Но зато стабильная была ситуация с точки зрения борьбы с инфекциями. Как отметил президент, вакцинация в стране идет на добровольной основе. Если есть, к примеру, медицинский отвод по состоянию здоровья, то прививку делать никто заставить не может. Речь идет о работодателях. Да и сотрудников за это увольнять незаконно. Жители страны также поинтересовались у главы государства о росте цен. Прежде всего, речь об овощах. Они зачастую стоят дороже завозных фруктов. Владимир Путин заявил, что минувший год показал спад в урожае. Ждем этого сезона. Ожидается, что ситуация исправится. Вот в прошлом году мы произвели картошки, например, на 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 миллиона. И, надеюсь, нам хватит с лихвой. Вот этот миллион, как бы, вот его как раз и не хватило. Поэтому завозят, как правило, не из соседнего региона, как правило, и из-за границы. Еще одна важная тема – безработица. Прошлый пандемийный год, увы, показал рост количества граждан, потерявших работу. Сейчас федеральное правительство готовит комплекс мер для выхода из этого положения. К сожалению, за пандемийный период, за эпидемию подросла безработица. До начала нашего знакомства и борьбы с ковидом общий объем безработицы был 4,6-4,7%. Он, к сожалению, подрос до 6 с лишним в какой-то период времени. Сейчас где-то 5,9%. Из региона поступили жалобы от малоимущих граждан о невозможности расплачиваться за кредиты. Денег не хватает просто на жизнь, а тут еще банкам надо постоянно давать. Позиция руководства страны здесь четкая. Если у гражданина на руках остается ниже прожиточного минимума, списывать деньги банкам запрещено. Был принят закон, и вчера я его подписал, согласно которому не может ниже определенного предела, ниже ПМа, если человек остается с суммой ниже предела, ниже этого предела ПМа, не могут с него сниматься деньги, в том числе и по кредиту. Отвечая на обращения граждан, президент заявил и о разовых выплатах семьям, где дети пойдут в школу уже с этого сентября. Деньги получат из шестилетки. Я считаю, что, и уверен, меня в правительстве услышат, что нужно платить всем, в том числе и семьям, где шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут. Но просто обращаю внимание родителей, что это же разовая выплата, и поэтому те деньги, которые будут получены в этом году, даже если ребенок не пойдет в школу, все-таки нужно использовать на то, чтобы подготовить его к школе в следующем году. Еще одна проблемная тема на сегодня – газификация сельских населенных пунктов. Там, где есть магистральные газопроводы, доводить голубое топливо до участков граждан должны бесплатно. Но сейчас такое происходит далеко не везде. От магистральной трубы до домовладения труба должна быть проложена до вашего и до других домовладений бесплатно. Или за счет «Должны сделать», или за счет «Газпрома», или за счет тех организаций, которые руководят этим хозяйством в республике. Значит, до домовладения, до забора, что называется, бесплатно, внутри домовладения за деньги собственника. Но и здесь есть некоторые идеи, я вот буквально на днях только разговаривал с членами правительства на этот счет, с тем, чтобы сделали, значит, единый договор, с тем, чтобы, значит, вот все, что связано с обустройством участка, делали по единому плану и делали в рамках централизованных, а значит, по пониженным ценам закупок. Это актуально и для Нижегородского региона, особенно наших северных районов. В Нижегородской области предстоит бесплатно подвезти газ более чем к 46 тысячам домовладений. Программа развития газоснабжения и газификации региона на ближайшие несколько лет была утверждена губернатором Глебом Никитиным и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. За время прямой линии в адрес главы государства поступило 2 миллиона 200 тысяч обращений от жителей со всей страны. Тему удалось затронуть совершенно разные. Конечно же, следил в режиме онлайн, потому что очень интересовали те проблемы, которые жители адресуют непосредственно президенту. Понятно, что для всех регионов они во многом схожи, поэтому даже если вопросы звучали из других субъектов Российской Федерации, понятно, что по ним можно судить о том, что, скорее всего, эти же проблемы беспокоят и жители Нижегородской области. Не прозвучало вопросов от нашего региона, но это не значит, что все типовые проблемы не взяты на карандаш. Я на всех их обратил внимание. Это и, как всегда, дороги с особым таким акцентом. Вопрос был задан. Качество воды, жилищно-коммунальное хозяйство. Особое внимание опять обратил на газификацию. Несколько вопросов прозвучало. Очень много было вопросов по поводу социальной поддержки. Социальная поддержка семей с детьми. Постоянная тема общения президента с жителями страны. У нас почти 30 миллиардов социальная поддержка. Из них половина – это как раз поддержка многодетных. Кстати, на 38% больше, чем в 2019-м, а не ковидном году, за счет новых выплат детям от 3 до 7, социальные контракты и другие меры. Конечно, то, что меры увеличиваются, это отрадно. То, что звучало неоднократно, это состояние наших школ. Здесь, конечно, хочется отметить, что действительно накопленный ущерб по необходимости ремонта или капитального ремонта, реконструкции школ, он огромный. Но мне очень приятно, что в Нижегородской области мы эту проблему начали решать чуть раньше, чем получили мы согласие ее реализации на федеральном уровне. И уже с 2019 года по инициативе Глеба Сергеевича Никитина у нас в регионе действует программа капитального ремонта школ. Более 2 миллиардов рублей мы уже направили и на комплексный ремонт наших объектов. В Нижнем Новгороде, в районах Нижегородской области, на частичный ремонт. Поэтому то, что сегодня президент сказал, что регионы должны быстро внести свои предложения в федеральную программу, которая уже сверстана, мы здесь находимся, как мне кажется, на шаг впереди. Как еще в начале прямой линии отметил Владимир Путин, обращения, не озвученные в эфире, также пойдут в работу. Контроль за решением проблем в регионах возьмут на себя и активисты Общероссийского народного фронта. Такая практика уже есть, и она эффективная. В свою очередь Владимир Путин порекомендовал главам регионам самим проводить похожие прямые линии с населением в своих субъектах. Вы не раз цитировали «Маугли», «Двенадцать стульев», три художественных произведения, которые впечатлили вас больше всего и повлияли на вас. Может, про печенегов что-то? Да. Вот давайте так скажем. Это «Войная мир» Льва Николаевича Толстого. Это первый концерт Черековского для фортепьянов с оркестром. И «Колобок». Вот почему. И просил бы на это обратить внимание, и еще раз обратиться к этому произведению, всех моих коллег, которые занимают то или иное должностное высокое положение. Почему? Потому что как только вы, уважаемые коллеги, сочтете принимать за чистую правду листивые речи, и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то рискуете быть съеденными. За 3 часа 42 минуты президент ответил на 68 вопросов. Кстати говоря, о прошлом нашего государства Владимир Путин заявил, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. А говоря о настоящем, то главным золотым запасом России глава государства считает жителей страны. А Россию, безусловно, мировой кладовой различных минеральных ресурсов. Сергей Щеплягин, Время новостей.